Воскресенье Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Сегодня у нас, дорогие братья и сестры, 36-е воскресенье по Пятидесятнице, с чем я вас и поздравляю. И уже скоро этот отсчет воскресенья по Пятидесятнице закончится, через неделю будет 37-е воскресенье, а потом начинается треодь постная, и каждое воскресенье будет иметь свое название. Неделя омыта ли и фарисеи, потом обмотают сыни и так далее. Так до самого Великого Поста. Так что пост уже не за горами. О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе пожелание Твоему. Так говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Какие радостные эти слова. Как бы, наверное, всем нам хотелось бы, чтобы и нам Бог сказал, что добудет нам все по желанию нашему. Всех нас в этой жизни постигают трудности. И малые, и большие болезни, невзгоды, обиды, неудачи. И все мы, конечно же, всегда обращаемся к Богу за помощью. Молим Его об избавлении от бед и несчастья. Но бывает, и совсем нередко, а даже, может быть, и часто, что Бог как будто не слышит нас. Несчастная наша участь не только не улучшается, но иногда еще более и более ухудшается. И когда случается так, мы охладеваем к молитве, начинаем роптать на судьбу, на Бога, начинаем негодовать о том, почему же это так. Пример вам. Помните, как два года назад мы поставили посреди храма мощевик, он сейчас здесь сбоку, с мощами Киева Печерских Святых, и стали молиться перед ним после каждой литургии о прекращении войны на мире. И вот уже прошло два года, мы все молим и молим Бога, а война все идет и идет. И значит, не милует нас Господь. И вот как же нам с этим быть? И вот сегодняшнее евангельское чтение научает нас именно об этом. Что делать, если, казалось бы, не слышит нас Господь? Урок этот преподносит нам женщина, хананьянка, язычница. У нее болеет дочь, страдает беснованием. Нет большего горя для матери, нежели болезнь ребенка. И вот она узнает об Иисусе. Узнает, что Он посещает ее языческую страну. И не имея больше другой надежды, обращается она к Иисусу со словами «Помилуй меня, Господи, сыне Давида, дочь моя жестоко беснуется». А Спаситель, казалось бы, не обращает на это внимания и не отвечает ничего. Но женщина не отступает и продолжает идти за Ним восклицаем. Так что даже ученики Иисуса говорят Ему, чтобы Он отозвался на нее. Но Он говорит им в ответ «Я послан только к погибшим овчам Израиля». То есть, я здесь не для язычников. Но она настаивается словами «Господи, помоги мне». И снова Спаситель отказывает ей, говоря, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Под псами подразумеваются язычники. То есть, Он сравнивает эту женщину с собакой. Вот иной бы человек обиделся на такое унижение. Но эта женщина, она соглашается с Ним. Она говорит «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». То есть, да, я я язычница. Я не из народа избранного, иудейского. Но и я тоже нуждаюсь в милости Божьей. И вот тогда Иисус и говорит ей эти радостные слова. «О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему». И в тот же час исцеляется дочь ее. И нам нужно смотреть на эту хронониянку, брать ее себе в пример. Иисус не сразу исполнил просьбы ее, не потому, что Он действительно считал ее недостойной, а для того, чтобы неотступность ее молитвы, ее твердость веры и глубину смирения показать в пример, как евреям тогда, так и нам, христианам. Если она, язычница, оказалась такой пламенно верующей и смиренной, то и нам, считающими себя истинно верующими православными христианами, стыдно не быть такими в нашей жизни. Как бы долго не продолжались наши невзгоды, ни под каким видом нельзя нам терять надежды на Бога. И не только не переставать молиться, а наоборот, молиться еще усерднее и молиться смиренно, так как ничем не можем мы заслужить милости Божьей. И как эта женщина, которая посчитала себя равной собаке в смирении просить Бога по помощи. На самом деле нет неуслышанных молитв. Не бывает так, что Бог не слышит нас. Как говорится в Писании, ни один волос с головы нашей не пропадет без ведома Бога. Бывают только просьбы, которые Бог не может удовлетворить. Потому что это нам будет не на благо. И поэтому человек, который искренне упывает на волю Божию, зная, помолившись, что исполнится ли его прошение или нет. Все происходит правильно и плохо. Все происходит по воле Божьей. Итак, дорогие братья и сестры, будем усердно подражать Хананьянки в ее великой вере, надежде и смирении, терпении и неотступной молитве. Будем мы с верою и сознанием своего недостоинства умолять милосердного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, чтобы услышать нам от Него эти слова. Иисус Христа, чадра, дели я вера Твоя, доводит Тебе к пожеланию Твоему. Аминь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok